Никита Самохин, футболист Краснодара. Во-первых, поздравляю с победой. Первый вопрос. Видно было, что второй тайм немного подсели, стали играть вторым номером, тем не менее смогли забить. Это усталость или усталость – это иллюзия? Вышли, хотели еще забить гол. Но получилось так по игре, что нас соперник подавил. Мы грамотно отыграли в защите и добились положительного результата. Видно, также было много брака и у вашей команды, и у Рубина в передачах. Это связано с полем, с сыростью или с погодой, или с чем-то еще другим? Не знаю. Поле было быстро, все хорошо, не знаю. И как ты оценишь свою игру сегодня? Я не хочу оценивать свою игру. Спасибо. Радик Гадеев, главный тренер Рубина. Первый вопрос. С чем связана столь ранняя замена в первом тайме и во втором тайме обратная замена Ермолаева? Почему ранее? Мы и планировали этому футболисту 45 минут дать играть. Почему заменили, не дали доиграть, но здесь нужно было просто, чтобы пораньше игрок пошел в игру, имеется в виду тот, который выходил на замену. А вторая замена – там травмы. А еще складывалось впечатление, что во втором тайме стали намного меньше атаковать через левый фланг или через центр, чаще сваливались направо. Что вы скажете на это? Так, игра складывалась. В раздевалке, во всяком случае, в перерыве мы не акцентировали внимание на том, что будем играть правым флангом. И последний вопрос. Очень хорошо смотрелись во втором тайме, очень много прессинговали, атаковали. Чего все-таки команде не хватило, для того, чтобы как минимум ничью заработать? Не хватило ударов по воротам, не хватило точности взаимодействия на стандартных положениях. Вот этого не хватило. Немножко в атаке. Заметно было, что во втором тайме в атаке прибавили. Потому что в перерыве сделали некоторые коррективы, немножко поменяли и действительно получилось. Но вот, к сожалению, не доводили до логического завершения. Где-то удар нужно было, пробить нужно было, где-то нужно было, поточнее, передачу сделать в заключительной стадии. Спасибо большое. Гадулин Ильнур, игрок команды Рубин. Проиграли, чего-то не хватило. Как думаешь, чего? Игры внизу, больше было длинных передач, могли играть внизу, Краснодар это давал делать. В этом и вся проблема, думаю, была. Больше наглости, нужно было штрафной больше бить, больше подавать, больше обострять. Думаю, так. Незадолго до игры был сильный ливень. Сказалось ли это как-то на качестве поля и на качестве вашей игры? Нет, поле хорошее было, мяч стелился, все было шканно. И как ты думаешь, что надо сделать в следующей игре, чтобы выиграть? Играть в футбол, играть внизу, что не бить просто так, когда можем внизу играть. Вот этого не хватало сегодня, чтобы победить. Спасибо.